Здравствуйте! В эфире новости «Премиусия» в студии Алиса Борцова и сегодня в нашем выпуске. 1 декабря в Матвеевом Кургане состоялась конференция Матвеева Курганского местного отделения партии «Единая Россия». В поселке Красный Бумажник состоялось торжественное открытие спортивной площадки. В Матвеевом Кургане состоялась конференция Матвеева Курганского местного отделения партии «Единая Россия». Единороссы подвели итоги работы за 2023 год, обозначили задачи на ближайший период. С информацией о работе администрации Матвеева Курганского района за 2023 год перед однопартийцами выступила глава муниципалитета Дина Алборова. «В последовательном курсе с государством мы продолжаем работать, созидать и побеждать. Поэтому я не хочу воровать ваше время. Я горжусь тем, что я живу именно здесь, в Матвеево Курганском районе, что я родила именно здесь детей, что я именно здесь работаю, получаю удовлетворение на благо и процветание района и улучшение качества жизни моих людей. И сегодня мы бы тоже хотели с Ириной Викторовной, с Людмилой Ильиничной, с Ириной Ивановной поговорить о том, не называя цифр, поговорить о том, кем и чем мы гордимся на территории нашего района». Все позитивные изменения, которые происходят в нашем районе, так или иначе связаны с деятельностью партии «Единая Россия». Участники конференции заслушали информацию о реализации народной программы и нацпроектов в местном отделении партии. Активистам вручили благодарственные письма. Мать Галина Александровна, активный член партии. Мироненко Рита Ивановна, и вам огромнейшее спасибо за то, что вы делаете. Завершилось собрание Матвеева-Курганских единороссов вручением партийных билетов новым членам партии. Рогожина Алена Анатольевна, администрация района пополняется замечательными людьми. Старостенка Виктория Юрьевна. На краю земли я твердо повторю, Россия, я тебя люблю. На краю земли я твердо повторю, Россия, я тебя люблю. Россия, я тебя люблю. На краю земли я твердо повторю, Россия, я тебя люблю. На краю земли я твердо повторю, Россия, я тебя люблю. Россия, я тебя люблю. Россия, я тебя люблю. В посёлке Красный Бумажник состоялось торжественное открытие спортивной площадки. Территориальное общественное самоуправление «Факел» Матвеева-Курганского сельского поселения по итогам конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» в 2022 году заняло первое место среди тосов сельских поселений. Для поощрения победителей выделены денежные средства, которые и были направлены на устройство универсальной спортивной площадки для пляжного мини-футбола и волейбола. На торжественном открытии присутствовала глава администрации Матвеева-Курганского района Дина Алборова и глава администрации Матвеева-Курганского сельского поселения Галина Щиткова. Здорово, что заканчивается год, юбилейный год, столетия Матвеева-Кургана. Заканчивается вот такими прекрасными, весомыми достижениями в копилочку. Дай Бог, чтобы наши дети жили, радовались под мирным небом, были здоровы. Дай Бог, чтобы наш район с вами процветал, радовался и гордился теми ребятами, которые сегодня защищают наше небо. Гордился достижениями наших с вами детей, гордился теми шагами, которые являются или положатся в нашем районе. Спасибо вам! И, конечно же, два таких спортивных сооружения, которые в прошлом году сделали детскую площадку в этом спортивном, такую единственную, потому что детки могут без обуви, и взрослые, она не просто детская, она спортивная площадка, которую могут играть и взрослые, и дети. Поэтому я призываю вас тоже снять обувь, и летом поиграть вместе со своими детками. Это очень увлекательно, а главное, это развивает детей. Под аплодисменты самых юных жителей перерезана красная ленточка, символично давшая старт открытию площадки. Как только символичная лента была перерезана, мальчишки и девчонки с радостью принялись осваивать новую спортивную площадку. В Матвеевом Кургане состоялось торжественное награждение волонтёров. Собравшихся приветствовала глава администрации района Дина Алборова. Вы мои помощники, вы помощники наших ребят. Спасибо вам огромное. И сегодня мне очень хотелось с Дмитрием Игоревичем, с девочками, скромно, очень скромно, но поблагодарить каждого из вас, и так же, как вы даете свою частичку сердца, подарить вам нашу частичку сердца. И я прекрасно понимаю, какое счастье, когда ты, не задумываясь, проезжаешь через тернии к звёздам, к нашим пацанам, и когда ты с ними общаешься, какое счастье в их глазах. Они совсем по-другому на тебя смотрят, так? Потому что, может быть, порой и не думали, что мы на это готовы, что мы можем, а мы смотрим на них по-другому, потому что не думали, что они так могут, бескорыстно, рискуя своей жизнью, во благо нас и ради детей. Спасибо вам огромное за то, что вы у меня есть. Наград были удостоены 47 добровольцев и их кураторов. Среди них школьники, представители общественных организаций, рабочие молодёжи, старшего поколения, неравнодушные жители. В торжественной обстановке глава вручила им благодарственные письма и памятные подарки. Толтуновой Софьин Ильинишни. Бондаревой Диане Романовной. Ташпулатову Виталию Акваровичу. Яркину Андрею Владимировичу. Мероприятие по традиции завершилось общей фотографией на память. Мероприятие по традиции завершилось. Мероприятие по традиции завершилось. О сельском хозяйстве на территории Матвеева Курганского района рассказал начальник отдела сельского хозяйства администрации Матвеева Курганского района Сергей Василенко. Добрый день, уважаемые жители Матвеева Курганского района. Позвольте вам предоставить информацию по сельскому хозяйству. То, что касается отрасли растеневодства. К валовому сбору ранних зерновых, который составил 405 тысяч тонн при средней урожайности 54,5 центнера с гектара, добавился валовый сбор кукурузы в объеме 18 тысяч 146 тонн. Итого, валовый сбор зерновых культур составил 423 тысячи. Валовый сбор подсолнечника составил 103 тысячи. Убран подсолнечник с площади 36 тысяч. Средняя урожайность составила 28,7 центнера с гектара. На данный момент произведен сев озимых культур на площади 69 295 гектар. Из них озимой пшеницы 67 тысяч, озимого ячменя 227 гектар, озимого рапса 1650 гектар. На данный момент ведутся работы по обследованию посевов озимых культур на наличие мышевидных грызунов. Отрасли животноводства. По состоянию на 1 декабря 2023 года в районе поголовья КРС составляет 11 659 голов. Из них коров 5 132 головы. Поголовья коз и овец составляет 1057 голов. С начала 2023 года сельхоз предприятиями района произведено 31 683 тонны молока высшего сорта. Средний удой от 1 коровы с начала 2023 года в сельскохозяйственных предприятиях составляет 10 450 кг. Если у вас остались какие-то вопросы, вы их можете задать под данным видео. Всего доброго. До свидания. Это пока все новости. Спасибо за внимание. С вами была Алиса Борцова. Всего доброго. До свидания.